Существует поверье, что имя человека влияет на его характер и судьбу. То же самое можно сказать о наименованиях улиц, парков и других городских объектов. Они не должны вызывать дискомфорта у жителей города. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подписал постановление о присвоении мосту через Дудерговский канал имени бывшего президента Чечни Ахмата Кадырова. Назвать объект в честь лидера Чеченской республики, погибшего 9 мая 2004 года в результате теракта на стадионе «Динамо» в Грозном, рекомендовала городская топонимическая комиссия. Вопрос вызвал бурю обсуждений, противники устроили митинг, собрали подписи против такого решения. Но мост все равно назвали именем Кадырова. Тогда же, неделю назад, в сети интернет, в социальных сетях, появилась информация о том, что в Рязани именем погибшего президента Чечни назовут улицу. Якобы по аналогии во многих городах России такие переименования произойдут. Но эта история началась, наверное, с наименованием моста в Санкт-Петербурге, теперь появился мост имени Ахмата Кадырова. Но и по аналогии, наверное, они решили, что и в других городах это будет. У нас в городе не будет улицы Кадырова, я всем телезрителям об этом профессионально заявляю. Вопрос о переименовании улицы Безбожной бурно обсуждается уже не первый год. Весной 2013 года среди рязанских жителей даже было проведено голосование, где горожане отдавали голоса за или против того, чтобы название навсегда ушло с городской топонимики. Учитывая ситуацию в стране, политический режим, общее настроение эпохи, то названия были даны выбраны в субботке советской, отражающей советскую ментальность 20-х годов 20-го века. Отсюда название, то, что сейчас про майских проспектах, была улица Красная Армия. Отсюда название других объектов, например, есть Пионерский переулок, улица Магэс, в честь Московского областного электростанства, дала электричество основным районам Рязани в 20-е годы. И в том числе появились первые и вторые безбожные улицы. Почему в то время отношения между государством и постановцем церковью были сложными, и поэтому это была эпоха воинствующего атеизма. По мнению некоторых рязанцев, само название улицы безбожная, неблагозвучно и вселяет подсознательный страх. Но вот какое имя дать улице взамен – вопрос открытый. Проблемами наименований городских объектов занимается Рязанская городская топонимическая комиссия. Этот совещательный орган был образован почти 30 лет назад. В состав его вошли представители различных профессиональных сообществ – историки, архитекторы, краеведы, деятели культуры, архивисты, библиотекари, ученые, представители городских ведомств. Мы для себя решили не давать именных названий, потому что неизвестно. Сегодня человек – герой, а лет через 50 он вдруг окажется каким-то врагом, не дай бог. Поэтому лучше от этого отойти. И мы от этого отошли. Даем совершенно другие названия. Опять вернули те принципы, по которым улицы назывались до революции. Исторический аспект, географический аспект, культурный аспект, профессиональный аспект и так далее. После 1917 года в Рязани за несколько десятилетий переименовали практически все улицы. Привязка к топонимам исчезла, и Рязань стала похожа на любой другой город России. Все те же улицы строителей, Ленина, имени героев-революционеров. Академик Дмитрий Лихачев называл то время топонимическим Чернобылем. Процесс переименования городских объектов происходит до сих пор. Прежние названия возвращены 17 улицам и 4 городским паркам. Не все нынешние наименования получили широкую известность. Например, парк возле городской администрации в народе по-прежнему называют Наташкиным, хотя ему давно возвращено историческое название – Верхний городской сад. Поэтому неизвестно, приживется ли в случае переименования к Безбожной другое, новое имя. А вернее, прежнее, историческое. Тем более, что здесь располагались улицы 1-я и 2-я банная. По мнению специалистов, переименовывать в скором времени ничего не потребуется. На две Безбожных улицы осталось всего семь ветхих домов. Их скоро снесут, а новостройки присоединят к близлежащим вокзальной и Первомайскому проспекту.